Дачный клуб Жизнь в загородном доме Усадьба, сад, огород Тираж 20 тысяч экземпляров Страница 30 Здесь царят Любовь и радость Возрождение Деревни Потеряевка Мамонтовского района Началось в 1991 Когда сюда Через 20 лет после того Как последние жители покинули ее Приехали братья Лапкины Игнатий и Иоаким И начали ее освоение с двух палаток И участка земли выкопанного под огород И вот уже более 30 лет Работает рядом с поселением Детский православный лагерь Возглавляемый известным христианским Проповедником Игнатием Тихоновичем Лапкиным Мы встретились с Игнатием Тихоновичем Во дворе его дома Он держал в руках белую голубку И ласково гладил перышки на ее голове Во дворе стояла голубятня Голуби ходили по земле И кружились в небе над головами Голуби это тоже элемент воспитания Говорит Лапкин Действительно Общение с животными С природой Играют в воспитании детей Огромную роль А жизнь в лагере В Потеряевке Неразрывно связана с природой День начинается с восходом солнца Здесь дети впервые видят это чудо Зарю Распорядок дня расписан Сначала все идут за водой к колодцу Потом гимнастика И пробежка вокруг лагеря После гимнастики утренняя молитва Чтение Евангелия с толкованием После молитвы всех распределяют на разные посильные работы Подготовка дров Прополка в огороде и другое Завтрак 8 часов Перед завтраком тоже молитва Но коротенькая Не утомительная Дети в лагерь приезжают разных национальностей И разных веросповеданий Хотя большинство из верующих семей Надо чтобы сами дети Хоть немного верили в Бога Вера не должна быть насильственная Надо чтобы лето было в радость Бывают дети из трудных семей Где есть пьющий отец Иногда родители потом не узнают своих детей Так они изменяются Находясь в лагере Они начинают чувствовать то Чего часто бывают лишены и в семье И в школе Защищенность И самое главное Любовь Мы стараемся создать Стопроцентную защищенность Ребенка Относимся к нему с любовью И в то же время Должна быть справедливость Если провинился Следует наказание Но дети все понимают правильно И обид не бывает Когда лагерь только начинался Жили в палатках Сейчас построены домики кельи Все делали своими руками Лапкин и его помощники В каждом домике живут по 8 детей С воспитателями Которыми являются члены Православной общины Лучших воспитателей Трудно найти Возрастных групп нет До 7 лет дети живут с родителями А после принимаются одни Сезонности тоже нет Если понравилось Ребенок может остаться На все лето Стоимость путевки В этом лагере Не идет ни в какое сравнение С другими детскими лагерями В этом году В 4 раза дешевле государственных В лагере дети Приучаются к самостоятельности Обслуживают сами себя Помогают старшим Они всегда заняты Здесь и работа И занятия Отдых и развлечение Всю работу в лагере Делают совместно Взрослые и дети Хлеб пекут в русской печи Молочные продукты Покупают в деревне Дети впервые видят Как и получают молоко Иногда сами просят Попробовать подоить корову Уроки проводит иногда Игнатий Тихонович Но в основном Потеряевский учитель И воспитатель Виктор Николаевич Савченко Вот пример На земле разложены Листья разных растений И дети пытаются угадать Какому дереву Или кустарнику Они принадлежат А потом все вместе Идут в лес И отыскивают там Это растение Игнатий Тихонович Рассказывает Как оно используется Человеком Чем полезно Находят в лицу И в поле Лекарственные растения Собирают их Потом повезут домой Богородскую траву Корни солодки В детях воспитывается Сострадание Любовь к людям Животным К природе Когда ходят на прогулку По дороге дети С воспитателями Собирают весь мусор Потом закапывают Проводят занятия И по оказанию Первой помощи При травмах Учатся делать Перевязку Бинтовать Делать искусственное дыхание Походы в лес Купание Непременный атрибут Лагерной жизни По воскресеньям Катание на лодке На лошади И за все годы Существования лагеря Не было ни одного Несчастного случая Ни одного отравления Сейчас многие люди Помогают Игнатию Тихоновичу Лапкину Помогает Городская администрация Выделяют автобус Для травки детей В лагерь Находятся спонсоры Помогающие деньгами В лагерь Приезжают И зарубежные гости Из Аргентины Канады Греции США Англии Такой опыт работы С детьми Интересен многим Вот так и живут Потеряевки Дети Взрослые Животные Птицы Здесь тоже есть Голубятня Дружно Весело Интересно Любовь к Богу И любовь к людям И природе Неразрывно связаны Она делает их Чище и светлее Дает возможность Жить в радости И счастье Даже будучи бедными И не нужно Никому завидовать И злиться Беседовала Медведникова Телефон 24 38 46 8 961 230 70 60 Голуби И собаки Голубь Голубка Я с детства Люблю вас Пользы от вас Никакой Вы беззащитны Не клювите Клювом Об этом Особой строкой Игнатий Тихонович Лапкин Когда мне было Неполных 5 лет Мы жили на Конезаводе 140 Поселок Карповский Тюменцевского района Алтайского края За лошадьми Ходили В войну Управлялись В основном Женщины А очень хорошо Запомнилась Весна Примерно 1944 года Соседка Тетка Татьяна Саврулина С певучим Гнусавым голосом Вела меня за руку По коридору Конюшня Все было Очень чисто В окна Светило солнце Лошади Были разные В стойлах По одной Стайке Но вдруг Я увидел На брусе Стены С восточной Стороны На гнезде Голубку И встал Как прикованный Тетка Тянет меня За руку А я не могу Отвести глаз От смотрящей На меня Птицы Все померкло Я перестал Что-то видеть Кроме этой Голубки Так и осталось Это до сегодняшнего Дня Никто никогда Мне не говорил Ничего о голубях И я их Так будто Не видел Значит Человеку заложено Бывает в Богом Это чувство Особого ощущения Небесной красоты Именно в этой Твари Дома у нас Всегда были Густи Куры Скотина Летали воробьи Ласточки Я все это видел И все оказалось Обычным Неволнующим Но голубь Сидящий Спокойно Привлек внимание Хотелось стоять И смотреть Неотрывно Теперь я рассматриваю Тот эпизод С вершины Почти 65 лет Ней давности И нахожу Что Сей дар любви Дан моим Богом И это помогало Мне возобновлять Сию радость Неискусственно Я каждый день Вожусь с голубями У меня три голубятни Одна в городе В которой сейчас 55 голубей Разных пород Все перемешались Между собой И во вновь Строящиеся деревни Потеряевки Две голубятни После раздачи Корма Я протягиваю Горсть Гороха Или семечек И самые смелые Атакуют Отталкивая Друг друга Мою ладонь Счастливые минуты Воркование Как птичий базар У меня в саду Было 123 скворечника Сделанных мною Так что люди Приезжали из других мест Посмотреть на скворцов Говорят что в человеке добром Всегда есть стяга голубя А с собаками Возятся не очень добрые люди А иногда и откровенно злые Не так это на самом деле Я всю жизнь держу Породистых собак Восточноевропейских овчарок Занимался в уголовном розыске Отец держал Волкодавов Паспося овец У меня сейчас живут Очень ласковые кошки И голуби Человек это как бы космос И бог дает ему Любовь ко всякой твари А более всего К нему самому И к человеку Сотворенному По его образу И подобию Игнатий Тихонович Лапкин Лапкин